Письмо. Добрый день, Геннадий Петрович. Знакома с вашими книгами с 2000-х годов. Тогда мне купил их мой отец и я прочитала. В силу своей молодости и тупости поверхностно прочитала. Суд поняла и все на этом. Но урину после этого принимала везде. Особенно когда болели дети, заставили пить и делать компрессы. В больницу шла в крайних случаях. Вот знаете, самое легкое берется урина. Там можно без нее обойтись. Без нее обойтись, если вы понимаете, на чем основано здоровье. Вы пытаетесь одним каким-то средством воздействовать на свой организм, чтобы, знаете, ничего не делать. Вот так палец о палец не делать. Вот что-нибудь съесть, что-нибудь выпить. И все. Почистила печень, поголодала. В 2008-2010 году. И все. Про себя забыла. Детей то в школу, то в вузы. Лет 5-6 назад у одной из моих дочерей начались непонятные обмороки. Хотя девочка была очень активна, бодрая, не отставала ни в чем. Ей на тот момент было 14 лет. Я каждый раз бежала с ней, обследовалась, ничего не находили. И вот уже через 2-3 года начались эпилептические приступы с закатыванием языка. Дома в первый раз произошел приступ 3 года спустя. В основном в школе. Но я усердно избегала врачей. Уже на третьем курсе в колледже в последнее время начала бояться, что произойдет приступ. И мы решили, все, все пьют и мы начнем. Полетели в Питер. Там эпилептолог назначил препараты. И с декабря 20-го пьем. Заключение. Эпилепция неясной этиологии. Приступов не было в этом плане. Я тоже чуть отдохнула. Но на третий месяц, как пошла сыпь, а потом и отек. Квинки, я в панике. Препарат меняем. Отек еле сняли преднизолоном. На 4-5 день. И вот новая. Аллергический дерматит. В детстве она переболела ветрянкой, курью, свинкой. Все, что было в детском саду. Какой-то зеленый цвет лица меня удручал всегда. Давала вермакс. Другие противопаразитарные препараты. Но знала, что все слабо. Так, вот смотрите. Причина. Вот хорошо, когда человек все начинается далеко с детства. Переболела ветрянкой, курью, свинкой. Мы думаем, что мы переболели. Нет. Вся эта инфекция осталась у нас в организме. И начинает, знаете, не явно, а медленно, скрытно, она начинает тлить и разрушать наш организм. Потихоньку, незаметно, из года в год все это повторяется. Она все это разрушает, разрушает. Тем более, какой-то зеленый цвет меня удручал. И так далее. То есть, все это говорит о том, что вот это как раз сволота, мерзопакостная вот эта вот инфекция, вот эта вся эта, еще разок-полторым, ветрянка, курью, там, свинка, и скрысовые, и еще и листы. Все это посасывало силы и так разрушало организм, что это, в конце концов, вылилось вот в такое непонятное заболевание эпилепсии неясной этиологии. Вот неясно и все. Вот она, ясно. Лично мне ясно. Недавно была на приеме врача, там увидела детей, взрослых, годами принимающих эпилептики. Взгляд безжизненный, потухший. Это не жизнь, это кошмар. Я уверен, что у нее много паразитов. Герпес, герпес шестого типа еще обнаружили. Какой-то мутации герпес. У меня тоже были хламидии и еще много-много всякой грязи и дряни. Вот еще дальше, знаете, как бы сказать, одна инфекция наслаивается на другую. А что у нас делает герпес, вы не знаете. А герпес как раз разрушает нервную систему. Потом начинаются вот эти вот судороги, припадки и так далее, так далее. Вся вот эта инфекция, которая передается от матери к дочери, от отца к сыну, к дочери, к детям, от дедушек, бабушек и так далее, и так далее, и так далее. То есть там целое содружество разного рода микроорганизмов, паразитов, вирусов и так далее, которые усиленно... Вот человек вроде бы себя чувствует, ну более-менее так нормально, если я там чувствую, что там уж. Вот, знаете, как бы сказать, ну жить можно, вот хотя бы, знаете, вот можно жить на 100%, а можно жить на 30%, на 40%. Ну, тяжело, да, но можно жить. А где мои 60-70% здоровья? Вот она, герпес, шестого типа и так далее, курс, свинка, ветрянка, там, паразиты, мутации, хламидии и так далее. Вот это все отнимает вашу жизненную силу, организм пытается со всем этим справиться, он пытается, пытается, но, знаете, как бы сказать, это война на истощение. Вы ничего не делаете против этого, они у вас годами живут и потом только хопачки. И люди, которые вот ничего вот не думали, ничего не знали, и у них появились вот это вот, знаете, закономерно протекающее заболевание, то есть итогом всей вот этой эпопеи у людей паразитарной развивается, значит, эпилепсия и так далее. Она увидела детей, взрослых, годами принимающих эпилептики, то есть пытается воздействовать на, не на причину, которую это все вызывает, а на последствия взгляд безжизненный потухший. Это не жизнь, это кошмар. Хотите свою жизнь превратить в кошмар? Пожалуйста, действуйте вот таким вот образом, бездумно, без... Ну, у меня слов таких нет, вот. Вот на свою жизнь наплюйте, вот так вот, лечитесь от эпилепции, не понимая, что на все есть свои причины. Чем вы болели в детстве? Пожалуйста. Что у вас есть? Пожалуйста. И как следствие уже эпилепция. Ага. Значит, у меня тоже были хлопеди еще много, много всякой грязи и гадость. Очень хочу почиститься сама ее от всей грязи, не знаю с чего начать. Да начните с тройчатки хотя бы, с самого легкого, с тройчатки. Далее у нас идет голодание, более мощно меняющее все это. С чего начать? У нас есть стадикам в конце концов, у нас есть АСД-2 в конце концов. Да у нас есть много чего, что может вот эту вот дурацкую инфекцию взять. Пока только 4 месяца принимаем, не хочу такой жизни, для нее пока не поздно. Вот это хорошо, что хоть в конце концов, когда человек вот как-то задумается о своей жизни, о жизни своих детей и сравнить с тем, что он прошел, что ему предлагают и так далее, он начинает искать выход. И это уже хорошо. Значит, пока не поздно, хотела бы и тройчатку, и перегородок на стойку. На кто вам мешает? Все пока она на препаратах. Ну и что, что на препаратах? Не пускай это там препараты от эпилепсии, а противопаразитарные, против паразитов. Может быть, чистка аккуратно пошла бы, пока пьем соки. А соки ничего не делают. Ну, укрепляют. Вроде как, они должны укреплять. Постоянно думаю, хотя бы кровь буду поддерживать в хорошем состоянии. А это способствует кровоочистительное средство. Одно из лучших и наиболее простых, это прием то дикампа, то бишь того же керосина, настойного на грецких орехах. Начали налаживать питание, что очень трудно у подростков. Тмин. Отличное средство тмин. С утра натощак тмин взяли одну треть чайной ложки, в рот запили без ничего. И пускай он-то порядок наводит. Там еще грибница, будь здоров. Осенью лечились священной водой. Ну, хорошо, ладно, нам, ну, хорошо. Вроде бы, здорово. Но эти приступы только от грязи. От грязи и от паразитов. Тут и питание надо нормализовать. А кто грязь разводит у нас в организме? Кто эта грязь залезла сюда сама по себе? Что вы едите? Как вы едите? Как вы ходите в туалет? Что у вас получается на выходе? Я же столько дал вот видосов самодиагностике. Где? Кто? Что смотрит? Дайте мне рецепт. Да дам я вам рецептик. Дам я вам рецептик. С уважением, моя девочка. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать. А для того, чтобы вам помогать.